Всем привет! Сегодня хотела показать вам первый урожай этого года. Иду собирать землянику и клубнику. Вот она красота! Цветочков много-много. А ягодки нужно поискать. Как известно, они прячутся под листочками. Земляника лесная, но вырастили мы ее сами из семян. Просто посеяли семена, они взошли, и потом саженцы, эти росточки уже присадили в землю. Она очень сильно стеренкуется, дальше размножается, и довольно много приносит ягод. Даже я делаю из нее варенье. Вот такая крупная. Запах. Нужно хорошо поливать еще. Потому что, как только земля пересыхает, перестает она давать ягодки. Тем более, что корни в основном у нее близко к верху расположены. Заросли. Главное, не найти никого. Никакой змейки. Тут довольно частое у нас явление. Лес рядом. Граничит с нашим садом, огородом. И, как statedа, не знаю. Установка камера. Город. И, как видите, будет кверстие. Ну, змеи сами, вроде как, не нападают первые, главное на нее не наступить, на нее не напугать. А сейчас они, как известно, самые активные в начале лето. Продолжаем собирать. И кушать тоже. Пока ее не очень много, она только начинает позаносить. Так, вот как мне подойти с этой стороны, лежит такой лист. Боюсь на него наступать там, потому что вполне может кто-то сидеть под ним. Всякие ползучие гады очень любят такие места. Пойду схожу за лопатой. Постучу, что ли. Вообще в теплое время года в основном по саду огорода перемещаемся с лопатой. лопатой. Так, лопата вот. Большая какая-то. Ладно, поменьше не буду искать. Здесь, кстати, горох посажен. Надо будет полить. Земля просохла. Вот так. Еще подними ее. Лишь не поднимешь. Улитка. Никто не упал. Дальше этого никого нет. Я рада. Продолжим тогда. Так. Сейчас. Горох. Горох. Ой, большой уже. Девчонечки. Уже он побольше вырос. Это горох. А это вот бобы. Вот. В детстве, когда мы с родителями жили в Беларуси, у нас была дача. И у соседей росли бобы на участке. Очень много. Я помню, что я к ним ходила в гости частенько. Конечно, без их ведома. С тех пор таких бобов я не пробовала. И почему-то они у нас не очень-то растут. Вот опять попробовали посадить. Посмотрим, что получится. А, тут кто есть? Никого нет? Никого нет. О, а вот это вот мята. Запах просто чудесный. Чай с ней делать. Вот. Сейчас все такое буйно так, как бы, растет весной. Еще, когда нет сильной жары. Прямо куча везде зелени и травы. Так. Вот тут надо кузнику посмотреть. У нас тут самосея вам как-то появилась. Боюсь руками туда лазить. Мало ли. Вот тут и вид. Честно говоря, вот сколько мы здесь живем, я ни разу не встречалась со змеями. Слава тебе господи. Зеленичка. Хотя муж и мама постоянно их видят. Я даже не знаю, где я буду. Она увижу. Я только видела медианок. Это такие, как... Похоже на змейку небольшой, но считается, что это безногая ящерица. В этом плане мне везет. Так. Лиза не знаю, что я вам потом покажу, сколько я собрала, потому что я паладину уже слила, по-моему. А как я спила. Так. Попробуем. Тут также внизу. Попробуем. Так. Так. Так, ну тут, наверное, пока все, дальше у нас по ходу движения клубника. Так, дальше клубника. Клубника, в общем-то, везде по чуть-чуть посажена, как-то беспорядочно, в общем, хаотично посажена. Такая вот клубника. Клубника, конечно, рвать удобнее, она большая, ее лучше видно. Такая вот клубника. Такая вот клубника. Запах смородины стоит. Репортаж из-под куста смородины. Вот она, черная. Черная смородина пока зеленая, вот. Еще чуть-чуть я пообедаю, по-моему. Идем далее. Тут что-то ничего нету. Пера тут побыла уже, конечно. Так. Надо траву порвать уже куру. Эта поболее поздняя. Тут, по-моему, не будет ничего спелого, пока она такая крупная, гигантская. Но еще не красная совсем. Тут еще. Только начинает краснеть, вот. С одной стороны только. Клубника, кстати, очень подвержена гниению. Если дождите часто, слишком или часто поливать, то сразу начинает гнить. У нас один год вообще не было клубники, потому что дождь был очень часто и вообще она, в общем-то, вся ей гнила. Мы ее собирали куром, потому что не успевала поспеть, что-то уже размокала все. А вот эта ажина будет черная. Кусты такие-то, наверное, не видно, сейчас делим. Так. Идем за теплицу. Равнина закончилась. Дальше склон. Малина. Вот такая красота. Тут тоже ажина у нее подлетелся. Так. Тут еще тоже земляничка. Вот. Тут она и покрупнее ягодки даже. Птиц у нас много вот в лесу. И когда вот яблоки, персики, они, конечно, сильно тоже это все кушают. Вот. Вот. сейчас я дасобираю. Покажу, сколько в итоге получилось у меня. Ну, вот что у меня получилось. Вот такой первый урожай. Первый сбор в этом году. Покажу. Ставьте лайки. Садите землянику. Всем пока. Покажу. 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 Покажу.